Один из... Очень надо, что вы к нам приехали. Давайте для начала ребята зададут вам вопросы интересующие. Давайте. Смелее. Давайте. Ну, девчонки, кто? Кто будет стесняться конфетку? То есть, если кто-то задаст вопрос, то конфетка. Это вопрос? Надо пока что первый вопрос. Ага. Да, я задам конфетку. А где вы подведите себя со стороны? Вижу. Что? Пожалуйста. Ловишь? Только давай я сбоку на скетбол. Так, вот так и можно. Давайте дальше. Молодец. А в какой раз ты скидываешь? На третий или четвертый? А чем-то запомнились в прошлом вашем приеме? Запомнились. Запомнились. Значит, хорошим приемом. Это главное. А вообще, когда как-то занимаешься? На десятый раз расскажу больше. То есть, обещаете, что будет? На экскурсии. Десятый раз. А, почему нет? Сейчас мы приехали с альбомом «Магия Калиостро», хотя, в принципе, он же для нас не так же актуален, как полгода назад. Потому что мы сейчас уже готовим всех к выпуску нового альбома, поэтому получается, что приедем уже со следующим пятым альбомом в следующий раз. Надеюсь, у нас внимания не обделите. Вот, я и говорю, приедем. Продолжение следует... Расскажите про новый альбом «Магия Калиостро» вообще. Кому пришла вообще идея «Магия Калиостро»? Хорошая касса «Магия»? Ну, мне «Магия Калиостро» понравился. Дальше, запомнился с детского фильма, ну, в смысле, когда я его смотрел мелким, где там Абдуллов, Завод называется. «Формула-Люби». «Формула-Люби», да. Вот, и запомнился какой-то непонятный человек, глазастый, там такой хороший гражданский актер, если я не могу, сыграл эту роль. И вот этот человек у меня впоследствии всегда ассоциировался... Ну, вот, вы обратили внимание, что ранние альбомы «Короля и шута» были оформлены таким пнем с безумно вырученными глазами? Это был микс того «Магия Калиостро» и «Магия Калиостро», то есть именно типаж вот этого глазастого человека мне тогда в детстве очень сильно отложился, и он у меня повторялся в рисунках неоднократно. За перепатинку, короче, в основном. Да, можно и так сказать. И, соответственно, в дальнейшем я уже так немножко послышал всяких разных историй про Калиостро и решил немножко про него прочитать. Почитал, посмеялся, ну и подумал, что нельзя, как говорится, не упомянуть песни. Я люблю иногда поднимать всяких интересных личностей, которые не так, ну, скажем так, популярны среди масс. Например, «Андикаптман». Если бы не фильм «Жимон Керри» американский, мы бы и знать не знали, кто это такой. На самом деле, комик достаточно интересный. Тросяна была не получилась. Я знаю, что вы в детстве много рисовали, и сейчас обложки ваших бомбов – это, собственно, ваша работа. А вот кроме этого, как вы сейчас вам выражаете себя в этом плане? Я хотел вообще-то изначально стать художником. Мне просто казалось перспективой этой работы скучно. Потому что я не хотел быть реставратором в училище, в котором у меня оказалось много, чтобы время скоротать. И не хотел быть каким-то там рабочим художником. То есть, как вот, есть навыки, тебя куда-то нанимают, где ты работаешь. Я хотел рисовать картину. Я понимал, что это скучно. Картину рисовать долго, их надо рисовать много, чтобы потом выставку делать, потом еще рисовать. Я вот так непонятно себе представлял эту профессию, а рисовать, конечно, нравилось. А учительству это не нравилось. Там же что надо было, это, яйцо рисовать, это, бутылку пустую рисовать, да, вот. Это было неинтересно. В голову Аполлона уже было интересно рисовать или чей. Ну, как-то так, вот, то интересно, то неинтересно. А потом мы вот начали заниматься музыкой, и все как самоучки. Поначалу ничего не умели вообще, просто такой энтузиазм бешеный был. Потом уже стали учиться все вместе. У нас же, как образование короля и шута, да, мы с Михаей тогда познакомились, это была группа контора. Он сказал, что у меня есть уже музыканты. Я говорю, играть-то умею? Говорят, ну так. Начал так, это было действительно так, потому что поручик, его одноклассник в школе на барабанах, по сути, просто у человека чувство ритма как бы было, да и все. Ну, такое чувство ритма, у нас тоже того пацана есть. Вот, потом так чуть-чуть где-то подучился, где-то еще чего-то, и вот самостоятельно развивался. Ну, так же, как Широ Голунов, который, ну, сейчас вот в Америке живет. Ну, там, он вышел состав, вот такой, вот, вот. Вот, ну и мы с Михаилом Юрьевичем. Я у Гошка непосредственно учился на гитарке играть. Ну, аккорды несколько узнал, уже стал песней придумывать. У нас все просто. Что там дальше случиться? Зачем тебе? Ну, что в уроке нужно, да? Вот. Потом уже, как говорится, со временем начинаешь набирать обороты, начинаешь понимать, что тебе нужно дальше и двигаться дальше. Вот. Конечно, когда есть база проще, но иногда важно, чтобы база не выше была энтузиазма. Потому что, когда я в школьные годы пошел учиться на гитаре играть, там попался кто-то смешной преподаватель, который, наверное, шаг говорит, «Вы понимаете, гитар это такой учебный инструмент!» Мы на него ставили, смотрели, потом все вправе как начали ржать. И это самое, не сложились ощущения. А потом уже сама ручки пошла, поехала. Вот. Я забыл, о чем ты рассказал. Противопадение. Какие у вас? Много ваших письмей? Все партии? Все вы написали? Кишели, князь? После того, как вы прописали? А, да. То есть, большинство, да, песни спрашивают? Да нет, я вообще к песне пришел. Как раздается в среде себя? От музыки или от текстов? По-разному. Очень долгие годы мы работали от музыки. Потому что, во-первых, те тексты, которые я писал в Короле и Жуте на музыку Михаила, я, естественно, получал сперва музыку, Бауланхи-дэнхи от него. Потом на них уже делал текст. Ну, он рыбу пел. Потом я на это писал тексты. А сам я тоже сперва ранние альбомы писал от музыки, ой, от текстов. Написал текст, потом, глаз, на него музыку уещаешь. А потом я понял, что от текста... Что получается, если пишешь от текста? Текст это как? Это ровный размер, да? Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, и музыка, соответственно, тоже такая же получается, квадратная. Ну, вот. А весь русский рок, так, вы видите? На такой квадратный музык. Я не говорю, что это плохо, да? Очень много шлягеров, всяких хороших песен было на этой почве, но они все достаточно прямые в песне. А вот, скажем так, западный рок отличается от нашего русского тем, что они как раз таки пишут сперва музыку. То есть там сперва работают музыканты, то есть у них нет таких ровностей, и соответственно тексты уже не идут такие. То есть тексты идут в ритм музыки. Поэтому мы тоже писали песни непосредственно от этой музыки, поэтому иногда очень тяжеловастенько было придумывать текст. Его нужно вписать, чтобы он туда встал, и в плюс, чтобы не потерялся ощущение. Это очень важно, потому что русский язык... В чем английский язык хороший в rock'n'roll'е? Потому что там, во-первых, очень много вот этих вот междометий, вот этих фразочек. То есть можно делать полное заполнение, коротко и ясно, но выражать и звучность. А русский язык с всякими шипящими буквами и обходить не получится, иначе мы будем в словах. Можно, конечно, написать примитивный текст, но это примитивный текст, а тексты люди тоже любят звучать. Поэтому, а если уже вносить в текст целую какую-то историю, целую картину, то тут приходится очень сильно думать. И после, например, первой версии текста надо задумываться о том, чтобы какие-то слова менять, которые тупо плохо звучат. У меня вон есть шедевр песни Охотник. Затем с пятер слетела в дом и дверь. Горшок вешался на дверь. Затем с пятер слетела в дом и дверь. Затем с пятер слетела в дом и дверь вот так вот пел. Потому что, ну, затем с пятер слетела в дом и дверь. Сказать, да, можно спеть уже, потом... А вот специальные истории, они где-то заготовлены уже к тебе? Бывают, бывает заготовлены, бывает в голове, бывает спонтанно рождаются. Бывает, когда входишь в творческий процесс, одна идея накладывается на другую. А что к названию группы все равно привязано? К названию групп нет? Ну, какая-то общая мифология. Да вы знаете, я просто руководствуюсь своими вкусами и предпочтениями. Вот что я люблю в кинематографе или в литературе, то я и выношу в тексты. Например, мне нравится фантази, фантастика нравится, нравится мистика, нравится какая-то сказочность. Собственно говоря, до фантастики я еще не добрался. Но насчет мистики, вы работаете со сновидением и еще с мистикой, да? Да, работал, сейчас пока забросил это занятие, но там я не с мистикой работал. Там я работал скорее с просыпаниями внутри сна. Осознанные сны? Да-да-да, осознанные сны и там можно баловаться, как хочешь. Смотри на руки, да? Смотри на руки, нравится? Нет, я не левитировал. Нет, этого со мной не происходило. То есть я в реальности не выходил из тела, не смотрел на него. У меня было только то, что я это... Ну, то есть внутри сна, внутри той картинки, которая тебе снится, открываешь сознание и понимаешь, что тебе это снится. В этот момент можешь делать все что угодно. То есть можешь на крышу запрыгнуть. И первым делом я начал учиться летать. Потому что я понимаю, что если я сейчас полечу, я буду преодолевать большие пространства. Ну, а как летать-то? Это первая мысль в голове. Да, я же не птица, да? У меня же нет, у меня не вложено в природу ощущение, как я должен летать. Я должен летать отсюда. Это я потом понял. То есть я просыпался и переосмысливал. Летать надо отсюда. Хорошо, я не махаю руками, стою, надо подняться. Как? Как? Где у меня в голове та центр, которая отвечает за то, как мне подняться в воду? Стою, думаю. Ну, и главное, отрываться-то начал. А однажды взлетел над каким-то новостройками какими-то во сне. Ну, это тяжелая была практика, я потом ее забросил. Потом я начал пытаться выйти из той так называемой комнатки, в которой я нахожусь. Ну, то есть вот если, например, сейчас я нахожусь в каком-то месте, которое мне не очень нравится, я же могу выйти, там же, наверное, самый фантастический мир, где я там в подсознании находится. Не выйти. Запирается. То есть то, что снится, это ты попадаешь в эту комнатку и из нее не выйти так просто. Я слышал техника через кавырок. Через кавырок. Не скажу. Я, можно вмешать? У нас кроме игры еще девчонки хотели вопросы задавать. Давайте, давайте. А то у нас получается диалог. Вам предлагали участие в каких-нибудь музыкальных проектах? Так это происходит систематически. Музыкальные проекты среди коллег, это нормальное явление, поэтому, конечно же, предлагают, иногда я выбираю, что приемлемо, что не очень понятно. А здесь телевидение вы сразу говорили? Музыкальные проекты? Да нет, вы знаете, туда не стремлюсь. Ну, если вы имеете в виду вот эти все центральные каналы. Нет, мне это просто не нравится. Я считаю, что все-таки должна быть какая-то граница между развлекательной индустрией, которая формирует наше телевидение, между рок-н-роллом, который немножко альтернативный. Ну, потому что мы не можем смешаться с основной массой. У нас просто своя определенная миссия. Я должен представлять себя и рок-музыку. Я, например, не могу быть в передаче, которая обсуждает какие-то кухонные проблемы. Ну, какие-то такие вещи. Но, с другой стороны, если это, например, связано с какими-то спортивными делами, то я такие вещи бы рассматривал. А именно музыкальные шоу, ТВ-шоу, кого-то не надо. Например? Ну, голос, например. Ну, посмотреть там не нравится, да? Я туда не пойду, правильно? Ну, если посмотреть время бывает. Ну, почему же не бывает? Бывает. Там Серега Чебрахов сидит. Замечательно, молодец. Он действительно очень большой, высокого уровня профессионал как музыкант. У него замечательная школа Грина Фотобьяна, гитаря, блюзовые и всякие дела. Он один из лучших музыкантов и народчиков. Он там сидит как эксперт. И нормально с Юрием Антоновым, где они сидели. Замечательно. Юрий Антонов тоже большое уважение к ней воспитывает. Ну, скажем так, в интернете можно найти очень много высказываний со стороны, что меня, что Михаила Юрьевича. В разные года нашего существования. Скажем так, и в 25-летнем возрасте мы высказывались по поводу попсы, и круто высказывались. И в 30-летнем мы высказывались, в 35-летнем. А вот в 42-летнем я уже не скажусь по-другому. Потому что я начал ее делить. То есть, что мы называем непосредственно попсой, да? Ведь есть понятие еще со старой садской временной эстрады, есть понятие клубная музыка, есть понятие в данном модах хит-хоп, есть понятие техно-музыка, да? И есть понятие рок-музыка. И самое интересное, что ведь один любитель рок-музыки группу рокерскую тоже может назвать попсой. То есть, получается, что попса, она не просто там, где, например, попса, а где, что такое попса, да? Понятие-то абсолютно получается размазанное, резиновое. Потому что рокера-рокера можно назвать попсой. Попсовик может другого попсовика назвать. Ты попса, а я тебе горжусь. То есть, как такового это понятие, оно стало непонятным. Поэтому это понятие я направляю как бы как в теории относительности. То есть, все относительно другого. Например, Газманов попса по сравнению с Гриндеем. А вот Гриндеем попса по сравнению с Эксплойтом. Ну, правда, дальше Эксплойтом тоже сложно найти. Ну, найдутся те, кто Эксплойт попсов не зовут. Потому что они популярны, в принципе. А те, кто вообще жесткий андегранд, кто не популярен. То есть, кто Эксплойт попса. С Эксплойтом попсов не называют. Чего тут говорить? Вот. Поэтому, но, если говорить глобально, да, рок-эстрада там это самое, я считаю, что попса это, ну, в моем понимании, да, это что-то низкопробное. То есть, неважно в какой музыкальной отрасли, да, потому что есть и трушные ребята, которые читают рэп, так сказать, искренне от души, да, хотя эта культура больше не гритянская, но, ладно, если перехватили, то перехватили. Мы больше любим фолк нашу, народную, корневую. Попса есть и среди рок-н-ролла. Попса, в общем-то, есть и в попсе, и в эстраде, и так далее. Есть исполнители, которые стоящие, которые интересные, которые самобытные. Есть исполнители, которые однодневки, которые себя раскручивают за счет денег, живут по законам шоу-бизнеса, вложили бабки, сняли клип, показали это самое, и вот себя раскручивают пиаре. То есть, народ, хочешь не хочешь, будет на них смотреть, да? Это Попсня. А вот Вы упомянули «Ветерфор», какая Ваша самая любимая книга? Ну, с детства у меня любимые были все темы. Д'Артаньян, Канадоль и Шарла Холмс всего. Читал Жюль Вернс с его путешествиями, потом начал эти… Лавкрафтов, Хадбера Хо, Рэй Брэнбери. Ну, потом у меня настольной книгой, долгая, наверное, лет года-два, была книга индусская, Садфы, Ошри, Рэй Брэнбери. Путешествие сознания. Развитие… Человека. Между Лавкрафтом и Шишкиным отвечает, всегда, так сказать, ухады по углу. Что? Между Лавкрафтом и Шишкиным отвечает, всегда, так сказать, ухады по углу. Ну, кто ухады? Мне кажется, между Лавкрафтом и Шишкиным. Нет, просто сложно выиграть Ваших с Вами руководителей. А, Шарел Рэй Брэнбери. И они, скажем, не из одной категории люди, потому что Лавкрафт – это всё-таки… Нет, я знаю, для кого выиграли. Паукановский путь или Игорь Шишкин? Нет, ну там же одно… Один-то как раз-таки путь, а второй-то просто, ну, писатель, причём достаточно замкнутый человек, замкнутый в узком пространстве, с детскими кошмарами, его можно даже по Фрейду там проанализировать, или не только по Фрейду. Ну, Путин сказал, что есть, говорит, такая религия к клубу, да. Религия к клубу? К клубу. К клубу? Путин сказал? К клубу, да. Есть такая выдержка такая, что, говорит, я признаю к клубу францем как религий. Ну, давайте лучше, говорит, верить его в христианский подход. Ага. Ну, есть такой термин. Ну, просто… Ну, просто… Вот… Ну, близки было в храм, я уже читал несколько в храм. А Шри Рубинда – это, как говорится, национальный герой в Индии, который… с эстрадами. А можно вернуться к папсе? Пожалуйста. Я бы просто дополнила. Ваш ответ. Вы сказали, есть достойный пример хотелось бы услышать. На эстраду на нашем? Угу. Ну, во-первых, если говорить об эстраде, да, хотя я всё-таки считаю, что это человек ближе всё-таки к року, это Юрий Антонов. Я считаю, что это ближе к року, поскольку он такой человек заслуженный, человек популярный, у него много песен было, которыми заслушивались поколения наших родителей, в частности, моих родителей. А помоложе? Помоложе уже не так. Но Юрий Антонов, скажем так, вот когда я был ребёнком, я, я 73-го года, тогда Юрий Антонов был в ТОПе. То есть, когда он был молодой, его ещё все слушали активно. Сейчас-то вы-то уже родились, он уже старик был, понимаете, мы его так не застали. Вот. Значит, ну, скажем так, нельзя не уважать в своё время пробивную даму, от которой, как бы, тоже развилось движение, проданёшье хорошее, как раз-таки она под своё крылышко загнала целую систему попсы, и началась своя иерархия, которая туда пускала тут низборных, под Пугачёва. Но Пугачёва тоже активно пробивалась в своё время, даже пыталась взаимодействовать с рок-музыкантами, пыталась с ними как-то контактить. То есть, она создавала какую-то свою, видимо, просто она могла в своё время делать альтернативу вот этим застоявшимся уже шаблонным музыке советской, таким как Кобзон, Зыкина, Толгунова. Была альтернатива Пугачёва, она тоже носила эти перчатки без пальцев, подевала, то есть у неё тоже были рокерские замашки всё время. Ну, я думаю, что ещё можно поискать разных исполнителей, которые это делают хорошо и профессионально. Давайте, знаете, у нас так как время всё-таки не резиновое, давайте мы сейчас попросим у вас автографы, в том числе на гитаре на нашей расписаться, потом на фотографии, если эти штуки подержим, дальше уже будет автограф на дорогах. Здесь тоже школа, а потом другие ещё. А, понятно. Это альмаркер, который по гитаре. Здесь издрана, всё в школу тут. в школе Сомненняя ПреколузORY ПреколузORY Общдаётся ПреколузORY Shurag Ребята, давайте пока протолпите сейчас по droite ветерина.